Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Наромаркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как завершилась неделя предыдущая, что нас ожидает на неделе предстоящей, но также расскажу о своих торговых идеях на эту неделю. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и вопросы оставляйте в комментариях. Итак, фьючерсы на фондовые индексы подрастают в понедельник, отыгрывая падение конца прошлой недели, но на мой взгляд пока рано говорить о продолжении восходящего движения по индексам, хотя фундаментально конечно рынок готов к росту, сейчас мы можем ожидать коррекцию на фоне продолжения неопределенности в отношении Китая и США. Китай называет долистинг китайской компании с бирж США непрофессиональным поведением, ну и собственно возникают разные ситуации, которые только подогревают данный конфликт. Британцы ополчились против помощника Бориса Джонсона, который нарушил карантин, он ездил навещать родственников в другой город. Борис Джонсон всячески пытался оправдать его, даже прозвучала фраза, что он повез своего ребенка к родителям, так как у них с супругой появились признаки коронавируса. Это высказывание вызвало еще больше негодования. Также в воскресенье Белый дом объявил запрет на въезд в США для иностранцев, если они за две недели до пересечения американской границы посещали Бразилию. Мера введена в связи с тем, что Бразилия заняла второе место в мире по зараженным коронавирусом. Ранний въезд США был запрещен для туристов из Китая, Рана, стран Шенгенской зоны, Британии и Ирландии. Товарооборот между США и Бразилией продолжится в прежних объемах, уточнили также власти США. Мы с вами пока не видим каких-то серьезных вспышек, повторных заражений после того, как страны постепенно стали отказываться. С этой недели еще упрощаются нормы в ряде европейских стран. Будем дальше следить за тем, как ситуация с отменой карантинных правил будет сказываться, во-первых, на новых вспышках, но и в целом уже на финансовых рынках, что для нас с вами наиболее важно. А теперь давайте посмотрим, что нас ожидает на этой неделе. Давайте взглянем на экономический календарь. Понедельник будет фактически очень спокойным. В ряде стран выходные дни. В таких странах, как США, Великобритания в первую очередь, также сегодня выше данные уже по ВВП на Великобритании. Данные вышли наравне с прогнозными минус 2,2%. Также во вторник стоит обратить внимание на данные по продажам нового жилья, данные выйдут в США, ожидается небольшой прирост. Также будут выходить данные по индексу доверия потребителей от Сибири. Здесь также ожидается повышение. В среду будет выступление президента ЦБ Лагард и выступление председателя Резервного банка Новой Зеландии. Также на четверг выйдет пакет данных из США. Во-первых, данные по ВВП ожидается снижение минус 4,8%. Заказы на товары длительного пользования здесь ожидается рост. Ну и, безусловно, данные по запасам, то есть то, что пока еще к рынку нефти имеет важное значение на текущий момент. Ну а пятница будет насыщена данными по ВВП из ряда стран, таким как Франция, Бразилия, Канада и другие. Ну и, соответственно, неделя довольно-таки спокойна, хотя закрывается месяц, это будет последняя неделя в этом месяце. Ну давайте посмотрим теперь, что же у нас происходит с точки зрения торговли и что у нас сейчас происходит на рынках. В целом мы видим тенденцию на укрепление американского доллара. То есть, ну вот в таком фоне я для себя и продолжаю как раз искать, к примеру, новые позиции. То есть евро-доллар у нас сейчас продолжает снижаться. То есть, в принципе, здесь я ожидаю снижение в область 1.078, вот в данном боковике пока пара колеблется, и вот оттуда я уже буду искать новые покупки. То есть сейчас пока, сегодня мы уже обновили локальный минимум, соответственно, здесь продолжается пока движение нисходящее. То есть вот где-то в данной области я буду ожидать как раз вновь начало восходящего движения, так как в продажу здесь я не вошел и буду уже заходить в покупки. По британской валюте на текущий момент сохраняется движение нисходящее. Цель на текущий момент ближайшее – это обновление минимальных значений, которые мы видели в мае. Это движение на 1.20.98, и именно в эту сторону у меня открыта сделка на продажу. Открывал я ее 21 числа. Сейчас я ожидаю обновления минимальных значений, которые были как раз сформированы в пятницу для того, чтобы уже еще скорректировать стоп-лосс. По крайней мере, на точку входа я смогу его уже перенести за максимум пятницы. Ну а пока здесь общий фонд также сохраняется нисходящий, и обновление минимума как раз будет этому дополнительным подтверждением. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы видим продолжение роста. Вот опять же здесь область поддержки на 1.3873 очень долго держится, и от нее мы вновь отбиваемся. Поэтому рост в данной валютной паре растет. К сожалению, не было удачных точек для входа, поэтому здесь я в канадца не вошел. Но в целом также можем ожидать движения в области 1.4113. Вот оттуда опять возобновление нисходящего движения. То есть движение опять же в том треугольнике, который мы видим на графике. То есть пока эта тенденция тоже сохраняется. По паре американский доллар, японская иена. Здесь появляются признаки как раз начала восходящего движения. Собственно, мы торгуемся на локальных максимумах, ну практически на локальных максимумах за май. До локальных максимумов, которые мы видели в предыдущем месяце, еще далековато. Но тем не менее, пока общее направление здесь сохраняется восходящее. По австралийцу мы видим фазу как раз коррекции. Вот данном восходящем тренде. Здесь ожидаю коррекцию до области 64.81. Возможно, чуть ниже еще сходим. 64.40. И как основная идея, как основная цель, это поиск как раз покупок на завершение данной коррекции, так как основной тренд пока сохраняется восходящий. Ну и, собственно, с точки зрения часовой таймфрейма, также мы видим пока, пока видим снижение. По новозеландцу также сохраняется движение нисходящее. Но здесь, если на австралийце восходящий тренд выглядит более, скажем так, очевидно, то здесь некоторый симбиоз боковика и с восходящим трендом, так как все-таки локальные минимумы поджимаются все выше и выше. А вот область как раз максимальное значение 61.50 пока новозеландцу взять очень сложно. Поэтому здесь пока я нахожусь в продажах. Это сделка контртрендовая, спекулятивная. То есть она ориентирована на то, чтобы как раз пройтись на данном нисходящем движении и потом закупиться уже по более низкой цене на случай как раз продолжения восходящего тренда. Поэтому здесь по новозеландцу продолжаю держать продажи. И для меня здесь также дополнительное подтверждение будет. Это обновление минимальных значений и дальше я смогу уже также приместить стоп-лосс уже за максимум пятницы. Золото продолжает корректироваться. Сейчас мы с открытия золото корректируются, но пока мы не ушли ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу и в четверг. Поэтому пока здесь по золоту мы видим небольшую паузу. Но в целом движение пока сохраняется нисходящее. По индексам. Индексы пытаются восстановить. То есть как раз то, о чем мы говорили в начале данного видео. Индексы пытаются восстановиться. Но пока вот те уровни, которые мы видели в конце апреля и пару торговых сессий назад, те локальные максимумы, которые были. Мы торгуемся очень-очень близко к ним. Но лично у меня появился сигнал как раз на вход на продажу. И собственно здесь пока я эту ситуацию и торгую. Собственно DAX также был сигнал на продажу в пятницу. Но тогда не было хороших точек для входа. Сегодня поставил я отложенный ордер исходя из риска. То есть в принципе риск у меня был здесь полпроцента. Соответственно я поставил точку для входа просто исходя из риска. И сейчас у меня сделка здесь открылась. Соответственно если движение будет активным, то данная сделка может принести достаточно хороший результат с точки зрения соотношения риск-прибыль. Поэтому здесь по DAX я тоже стою в продажах. И по S&P 500 также в продажах я нахожусь. Но сделки я открывал частями еще на прошлой неделе. Соответственно здесь сегодня мы немного обновили локальный максимум в торговле по фьючерсам. Но здесь тоже важно понимать, что сегодня в США выходной. Вся торговля она начнется завтра. И собственно сейчас мы видим то, что цена несколько корректируется. Собственно здесь я для себя ожидаю обновление минимальных значений и продолжение нисходящего движения. То есть после ухода ниже минимумов, которые были соревнованы 22 числа, здесь для меня будет дополнительным подтверждением как раз сохранение нисходящей формации и продолжение нисходящего движения. А по нефти здесь мы видим пока небольшую коррекцию. Нефть пока находится на локальных максимумах. Но видим, что чисто технически уже пришло время коррекции. Собственно которая и произошла в пятницу. Мы торговались ниже минимальных значений четверга. Затем к концу торговой сессии немного подросли и закрылись. Достаточно близко практически к ценам открытия. Сейчас нефть несколько подрастает как бренд. И также и WTI находится на локальных максимумах. Но давайте посмотрим по фьючерсу. Фьючерс несколько пока ниже. То есть он также пока находится в фазе нисходящего движения. Здесь покупки пока я открывать не буду. Так как с точки зрения часового таймфрейма у нас здесь сохраняется движение нисходящее. Вот после того как только у нас будет, ну вероятно может случиться еще одна волна коррекции. Вот когда эта волна завершится. Здесь я для себя покупки также уже буду рассматривать. Ну вот пока те идеи, которые есть, они идут как раз в сторону повышения американского доллара и пока снижения фондового рынка. Если вам интересно следить за моими сделками, вы можете подключиться к счету с паролем инвестора. Ссылка на доступ будет в описании к этому видео. Также вы можете добавиться в онлайн чат в Telegram и подписаться на мой профиль в TradingView. И также следить за всеми сделками. Ну безусловно все они дублируются. Все они есть у меня на счете, который можно смотреть с паролем инвестора. Во всех остальных площадках они дублируются по мере возможности. Ну и также если вы совсем начинающий трейдер, на этой неделе, а именно завтра будет вебинар для начинающих. Как раз вебинар, на котором будут разобраны 10 важных вопросов, на которые нужно знать трейдеру в самом начале его пути. Поэтому переходите по ссылке внизу на страницу вебинаров, регистрируйтесь и также буду рад вас на них видеть. Ну а на сегодня это все. Всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. И также вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.